Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы сегодня с вами рассмотрим третью тему «Основной капитал предприятия по дисциплине экономика предприятия». Это очень интересная тема, которую необходимо изучить и знать, что относится к основному капиталу и оборотному капиталу предприятия не только студентам экономического направления, но и студентам других специальностей. Мы сегодня рассмотрим следующие вопросы, которые указаны на слайде. Теперь необходимо дать определение основному капиталу. Основной капитал – это часть финансовых ресурсов предприятия, которые вложены в производственные объекты, которые многократно участвуют в повторяющихся циклах производства, сохраняют свою форму и переносят свою стоимость на выпущенную продукцию, работы и услуги в качестве амортизационных отчислений. На следующем слайде указан основной капитал, как он делится, классифицируется. Основной капитал – это основные средства, нематериальные активы, долгосрочные вложения и незавершенное строительство. Основные фонды представляют собой совокупность материальных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной вещественной форме в течение длительного времени в сфере материального производства, так и не в производственной сфере. На следующем слайде показана классификация основных фондов. Далее, классификация основных фондов, как мы сказали, значит, нематное создание, сооружения, также передаточные устройства, транспортные средства, машины, механизмы и оборудование, инструменты общего назначения, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие основные фонды. Теперь, значит, если перейти к рассмотрению структуры основного капитала, необходимо отметить, что она бывает производственная, видовая структура, технологическая и возрастная структуры основного капитала. На следующем слайде указаны формы воспроизводства основного капитала. Значит, по каким критериям необходимо вести учет и оценку основных средств? Это первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, остаточная и ликвидационные стоимости основных средств. Значит, далее, если сказать об износе основных фондов. Износ основных фондов – это частичная или полная утрата основными фондами потребительских свойств и стоимости как в процессе эксплуатации, так и их при воздействии. Виды износа бывают физические и моральные. Так, факторы физического износа показаны на следующем слайде. Что из себя представляет амортизация? Амортизация – это денежное возмещение износа основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции. Далее, на следующем слайде указаны показатели использования основных средств. Значит, показатели движения основных фондов могут рассчитываться по коэффициенту обновления или по коэффициенту выбытия, по коэффициентам износа, по коэффициентам годности. Показатели использования фондов можно рассчитать по коэффициентам экстенсивного использования оборота, оборудования коэффициентам интенсивного использования, а также интегральным коэффициентам использования оборудования. На следующем слайде указаны показатели, формулы расчета фонда отдачи, фонда емкости, а также фонда вооруженности. Теперь необходимо рассмотреть факторы роста фонда отдачи. Факторы роста фонда отдачи у нас могут быть за счет следующих рычагов воздействия. Первое – это повышение производительности оборудования в результате технического перевооружения, реконструкции, а также строительство новых предприятий. Второй фактор – это повышение коэффициента сменности работы оборудования. Третье – улучшение использования времени и мощностей. Следующее – ускорение освоения вновь вводимых мощностей. Следующее, четвертое – снижение стоимости единицы мощности вновь вводимых и реконструируемых, перевооружаемых предприятий и замена ручного труда машинами. Спасибо за внимание.